Горожанин это обыватель или это политик? А вот получается, что и то, и другое, потому что вот бюргер по-немецки, горожанин, это получается какой-то обыватель. А по-французски буржуа, революция буржуазная, ну это революционер буржуазный. Вроде и то, и другое, вообще это очень старый вопрос. Две с половиной тысячи лет назад размышлял Аристотель вообще, как должен горожанин относиться к политике, каковы должны быть размеры города. И он пришел к выводу, что город должен быть таким, что если в центре его станет глашатой, и будет орать над Сажаясь, то все его услышат. А вот если кто не слышит, то там уже город не должен простираться. Один сказал, все услышали, стали вместе делать. Платон считал, что в идеальном городе должно жить пять тысяч шестьдесят человек вообще. То есть это вообще такая община, коммуна. Вот слово коммунизм когда-то означалось, вся власть муниципалитетом сегодня я себе выразил. Бакунин так это и понимал. Как только в столицу отправили депутата, депутат оторвался от народа, а надо, чтобы он был вот здесь рядом все время. А в столице он будет потерян, поэтому иногда надо, чтобы горожане ходили походом на Париж. С этого и началась Парижская революция. Сегодня мы на это дело смотрим, наверное, таким образом. Мы считаем, что дело управления городом, считать лавочки, красить водопроводные трубы, ремонтировать во дворах какое-то пространство. Сегодня все искусственно пытаются сделать из горожанина обывателя. Потому что если горожанин станет политиком, мало никому не покажет.